Здравствуйте, сестры богини, и добро пожаловать на мой вебинар, который называется «Изобилие для женщин». Я здесь, на прекрасных Багамах, как прекрасная поездка. Багиня, изобильная и радостная. И, как вы видите, это мой регулярный вид офиса. Я хочу поговорить о том, что в сегодняшнее время в социуме становится все легче и легче женщине стать успешной и изобильной. И также стать более независимой. Однако, так было не всегда, и я уверена, что вы можете это отнести к себе и понимаете, о чем я говорю. А совсем недавно женщины не могли получить престижную работу или на руководящей должности, или другие престижные профессии. И было нелегко женщине начать свой бизнес как владелица этого бизнеса. Потому что было слишком много ожиданий от женщины, от партнеров, семьи, от социума. То есть, эти были ожидания, связанные с семьей, с мужем и ее обязательства в доме. Они занимались все время, и, соответственно, у нее не оставалось времени на то, чтобы заняться своим успехом. И также, потому что женщины были очень мотивированы тем, чтобы заниматься заботой и заботиться о всей семье. И, потому что это было в нашем ДНК. Поэтому они полностью были заняты тем, чтобы удовлетворять те ожидания, которые им выставлялись от общества. Поэтому женщины просто игнорировали свои таланты, свои способности, умения, навыки, то, что они умели делать лучше всего, потому что другие были ожидания. А я верю в то, что каждая женщина талантлива, и у каждой есть особенные свои дары. Иногда мы не замечаем эти свои дары и эти свои таланты, потому что мы слишком сфокусированы на наших представлениях о том, что должна делать женщина. Ну, на самом деле, каждая хочет быть успешной и зарабатывать много денег. И, you know, I'm sure you can relate to this, you know, and think about it, because, you know, money in today's society equals power and freedom. Я уверена, что вы это можете к себе отнести, потому что в сегодняшнем обществе деньги равняются свободе и силе. Власть, сила и свобода перестали быть нашим естественным состоянием, и мы их ищем вовне, источники этих состояний. А теперь мы создаем обстоятельства, чтобы получить это состояние. Now, here's the question. И вот вопрос. Вы не думаете, что было бы намного легче достичь успеха и изобилия, если бы это эмоциональное состояние уже было у вас внутри? Намного легче достичь успеха, если вы знаете, каково это, если вы знаете, какое это чувство, когда вы успешны. И не имеет значения, как вы достигнете этого эмоционального состояния через медитацию или через то, что вы будете притворяться. А в своей жизни я осознала одну вещь, что если я преследую какую-то цель по неправильным причинам, когда я получаю это, мне трудно это удержать. И я приведу пример. Мой отец мне всегда говорил, что я буду мыть полы в блевотину с полов, в барах и пабах. Now, now that statement set off a very, very deep, painful trauma in me. И эта его фраза, она заложила очень глубокую, сильную травму во мне. Я чувствовала, что он меня осуждает, несправедливо критикует и неправильно оценивает и не признает мои умения. И если уже говорить вкратце всю эту историю, рассказывать, в 19 лет я купила свою первую машину, и это было BMW. У меня было две квартиры, и я работала очень-очень много. Долгие-долгие часы. И, you know, I remember that day when I called my dad, and I asked him, do you recall the day when you told me that I will bite the vomit off the floors and pumps? И один день я позвонила к отцу и спросила, помнишь, тот день, когда ты мне сказал, что я буду смывать блевотину в барах? And I said, you know what, well, this is what I have achieved in my life. And I listed all the bullet points for him of all my success, of all my achievements. И я ему сказала, а знаешь, чего я достигла? И перечислила все свои достижения на тот момент, которые у меня были. И я зарабатывала в три раза больше, чем он зарабатывал. И это было такое прекрасное чувство позвонить ему и рассказать это все. Потому что я ему доказала, что он был неправ. Но вот что произошло. Эта награда, которую я получила в результате этого звонка к нему, чувствовала награду, было недолгим. Я не чувствовала себя счастливой в результате всех этих достижений. Потому что я очень много работала. У меня не было никакой социальной жизни. И я не могла поддерживать отношения с людьми из-за этой занятости. И даже не осознавая, что произошло, я оказалась в больнице два дня из-за переутомления. И вы думаете, я смогла удержать этот успех, который я достигла? Нет. Потому что тот драйв и та мотивация, которая у меня была, чтобы достичь этого всего, базировалась на моей злости и негодовании по отношению к отцу. Потому что я все это делала для того, чтобы ему доказать, что он был неправ. И я ненавидела свою работу, я не была счастлива. И я чувствовала себя в депрессии, несмотря на то, что я получила все, что я хотела. И когда я это получила, я вдруг осознала, что я больше этого не хочу. Потому что я заплатила слишком высокую цену. И я не хотела продолжать платить такую высокую цену за всю эту роскошь, которая не приносит мне даже радости. И тогда мне пришлось переоценить свои причины для того, чтобы становиться успешной. И мне пришлось проработать блоки, связанные с деньгами, с успехом. Потому что в моем случае достижение этого успеха было очень травматичным событием в моей жизни. Я заплатила слишком дорогую эмоциональную цену. И только когда я смогла исцелить эти блоки, только когда я смогла исцелить эти блоки, только тогда я смогла начать успешный бизнес. И это бизнес, который я люблю, которому у меня истинная страсть, и это тот бизнес, которым я занимаюсь сейчас. Я живу как я мечтала, я занимаюсь любимым делом, я помогаю женщинам и помогаю им в том, чтобы они достигли своей мечты и жили так, как они мечтают. И я хочу всегда просыпаться по утрам и говорить, да, это будет прекрасный день. А теперь давайте поговорим о блоках изобилия. Блоки изобилия могут быть связаны с тем, как наши родители справлялись с вопросами изобилия. Если ваши родители жили бедно, возможно, вы гиперкомпенсируете, стараясь достичь более финансово успешной жизни. Если так, вы счастливы в отношении своей работы и карьеры, жизни и карьеры? Вы понимаете, что вы получаете эмоциональный эффект от того, что люди в вас нуждаются? Возможно, есть какие-то нужды, которые вы испытывали в детстве, которые не были удовлетворены. Я заметила, что люди, которые испытывали недостаток чего-то в своем детстве, гиперкомпенсируют в том виде, что они стараются именно этого дать гораздо больше, чем возможно нужно. balance in your life, because you end up just giving and giving and giving, and you're not spending something on yourself, whether it's time or money or energy. И это завершается тем, что вы просто даете, даете и создаете дисбаланс, что даете больше, чем получаете, и внимание, и денег, и всего остального. Возможно, у вас есть ассоциации от предков, когда деньги ассоциируются с виной, с чувством вины. Возможно, у вас были предки, которые, согласно их религии, приняли решение, что непозволительно жить в богатстве и иметь деньги. То, о чем я хочу сказать сейчас, это, если вы стремитесь к успеху и изобилию, но исходите из неправильного состояния ума, вы либо придете к провалу, либо, когда вы достигнете успеха, вы будете отрицать и обесценивать свой успех. Либо, если вы стремитесь к успеху, потому что у вас есть соревновательный дух, вы можете заметить, что нелегко в таком ситуации достичь успеха. Например, вы попадете в рабочее место, где будет очень соревновательная атмосфера, и другие ваши конкуренты будут отражать именно эти аспекты в вас. Это называется закон привлечения. Это основание вашего успеха. Когда вы начинаете свой бизнес и вступаете на этот путь к успеху, вы должны четко осознавать, какое у вас сознание, какое у вас состояние ума. Моё сообщение для вас. Пожалуйста, забудьте, что делают другие. Если вы будете гнаться за ролевыми моделями, вы будете очень далеко от того, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы работаете в направлении успеха, вы должны работать в направлении себя настоящего. А когда вы уже достигнете успеха, тогда поделитесь с ним, с теми, кого любите. Но мотивация к успеху должна начаться внутри. И начинается у нас с вас. Потому что это фундамент для вашего успеха. И если фундамент слаб или есть причины, не соответствующие, неправильные причины для достижения успеха, то у вас будут либо очень серьезные сложности и вызовы, либо будет провал. А иногда люди очень часто боятся быть успешными. Это может быть связано с тем, что у вас недостает чувство уверенности в себе, потому что, возможно, у вас не было поддержки в детстве. Я не знаю, как это относится к вам, но в моем случае был очень большой страх получать поддержку и помощь. Потому что я боялась, что меня начнут использовать. И знаете, все эти страхи, они подсознательные, поэтому их очень сложно узнать. Возможно, вы меня сейчас слышите, и это с вами никак не резонирует, просто потому что эти страхи, они очень глубоко в подсознании. Всегда очень тяжело увидеть свои блоки, потому что вы находитесь внутри своей проблемы. Некоторые люди даже не пытаются, потому что они боятся опозориться или почувствовать внижение. Но на самом деле, то, что думают другие, совершенно не важно. Если вы все время будете думать о том, что думают другие, то вы никуда и не придете, и можно даже не начинать. Потому что не позволяйте людям иметь такую власть и контроль над вашим состоянием, и вашей мотивацией. Вам нужно окружение и поддержка, как бы группа поддержки, которая вас всегда будет подбадривать, поддерживать. И если вы будете сфокусированы на себе, на своей цели, и не будете обращать внимание, отдавать власть над ситуацией мнению других людей и силу этим людям, то вы гораздо быстрее придете к успеху. Вы должны стать своим самым наибольшим фаном и группой поддержки. А пожалуйста, возьмите ручку и бумагу, я хочу, чтобы вы это записали. Пять шагов для того, чтобы стать изобильной. Номер один. Примите решение стать изобильной. Если у вас нет намерения, у вас нет ничего. Знайте, что вы достойны того, чтобы стать изобильной как женщина. Номер два. Номер два. Дайте себе обязательство, что вы придете к успеху. В тот момент, когда вы даете себе обязательство прийти к успеху, вы становитесь своим лучшим другом, ваша уверенность растет. И номер три. Номер три. Номер три. Предпринимайте действия. Не просто мечтайте о том, как стать изобильной. Проведите исследования, изучите рынок и посмотрите, что делают ваши конкуренты. Обсуждайте ваши идеи с людьми, потому что кто-то может вам подкинуть идеи или дать обратную связь, которая приведет к успеху. Номер четыре. Фокусируйтесь на том, чего вы хотите. Не позволяйте мнениям других людей или их обратной связи саботировать вас. Вы должны в себя верить, если вы в себя не верите, как вы можете сделать так, чтобы другие поверили вас. И номер пять. Номер пять. Создайте позитивную атмосферу поддержки вокруг вас. Потому что вам нужна поддержка для того, чтобы внедрять новые структуры и стратегии на пути к достижению успеха. Убедитесь в том, что ваш стиль жизни и ваша среда, ваше окружение будут поддерживать вас на пути к успеху. И если вы чувствуете об этом, то это может быть сигнал для вас, что что-то нужно менять в вашей жизни. Если сейчас вам не очень легко слушать об этом, возможно, вам нужно внести перемены в образ жизни. Это то, что я вам хотела сказать об изобилии, но предмет настолько огромный, что я даже первого верхнего слоя не успела полностью охватить. Но я надеюсь, что вы внимательно послушали то, что я говорила, потому что очень много ценной информации в этом есть. И если я смогла достичь успеха и иметь офис в таких прекрасных местах, в кафе или на гамаке, то можете и вы. Потому что у нас у всех есть мощные ресурсы. Просто нужно выбрать цель, очистить блоки на пути к успеху. И дальше следовать своему пути. И что я хочу сказать каждой женщине, я в каждую из вас верю. И то, что я хочу вам сегодня предложить, это прекрасная медитация исцеления изобилия. И это мой подарок для вас. Чтобы эта медитация помогла вам начать свой путь к изобилию. Когда вы готовы, займите удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь. И мы начнем медитацию через минуту. Давайте начнем эту исцеляющую медитацию для того, чтобы освободиться от блоков, которые стоят на пути к изобилии у вас, как у женщины. И эта медитация, которую вы слушаете сейчас, это разработана для того, чтобы восстановить и почувствовать, а самое главное запомнить, как это чувствуется, когда вы успешная женщина. Женщина, которая очень хорошо чувствует свою уверенность в себе, свою внутреннюю успешность. И запомните, что все эти эмоциональные состояния и ресурсы уже есть у вас для того, чтобы вы могли жить роскошной и изобильной жизнью. Просто эти таланты и ресурсы заблокированы стрессом, который вы испытали в своей жизни. И сейчас мы собираемся мягко восстановить эти таланты, ресурсы, состояния и качества. Если вы сейчас находитесь за рулем, я предлагаю вам продолжить слушать медитацию, когда вы вернетесь домой. Вы готовы? Вы готовы? Давайте начнем. Я хочу, чтобы вы сейчас заняли удобную позицию лежа и закрыли глаза. Сделайте глубокий вдох и окажитесь в месте, которое вы любите. Это могут быть горы, у океана, либо место, где вы любите проводить свой отпуск. Это может быть где угодно. Будьте креативны. Почувствуйте поверхность под ногами. Лежите вы или стоите. Почувствуйте поверхность под вашим телом. А потом представьте прекрасный белый свет вокруг вас. Этот яркий свет – это ваша энергия. Это ваша природная способность к исцелению, которая поможет в этом процессе. А если вам сложно представить белый свет, вы можете представить, как солнце ярко светит прямо на вас. Нет правильного или неправильного способа это делать. Ваше тело точно знает, что нужно делать. Просто следуйте медитации со мной. Когда вы представляете этот прекрасный белый свет вокруг вас, вы можете также представлять водопад, который стекает вам на голову. через все ваше тело и по ногам вниз. Почувствуйте, как он расслабляет вас и успокаивает. Почувствуйте, как весь стресс и напряжение из вашего тела смываются этим водопадом и покидают ваше тело. Уходят, уходят и исчезают навсегда. Этот водопад или этот свет высвобождают, отпускают, очищают весь стресс и напряжение. И как бы вы не старались его удержать, он все равно уходит и полностью покидает вас. И когда ваше тело освобождается от стресса, почувствуйте, как оно становится легче и светлее. И почти как будто оно начинает расширяться. И почувствуйте, как белый свет заполняет каждую клеточку вашего тела, как будто бы пробуждает этот белый свет в каждой клеточке. Почувствуйте, как вибрирует все ваше тело. И энергия движется в каждой и каждой клеточке вашего тела. И теперь представьте, как будто вы стоите на сцене. И все ваши предки, которые были успешными и изобильными, находятся в зрительном зале. Я хочу, чтобы вы сейчас пригласили всех своих изобильных и успешных предков на сцену рядом с собой. Позвольте присоединиться к вам. А те предки, которые остались в зрительном зале, поблагодарите их за то, что они здесь. У них тоже есть прекрасные качества, но немножко другие. Сегодня мы сфокусируемся на изобилии. Предки, которые остались в зрительном зале, могут занять свои места, сесть и поддерживать вас и удерживать пространство для вас. А теперь представьте прекрасный белый свет, который окружает вас и всех тех предков, которые рядом с вами на сцене. И этот свет образует огромный белый шар вокруг вас и всех тех, кто рядом с вами на сцене. И увидьте, как этот белый свет копирует успешные и изобильные качества ваших предков. И увидьте, как этот белый свет, который заполнен всеми этими качествами и талантами, начинает протекать через вас. Он затекает к вам в голову через все ваше тело до ваших ног. И почувствуйте, как ваше тело запоминает, как это быть успешной, финансово стабильной и изобильной. И помните, все эти качества, таланты уже есть в вас. Чтобы вы могли жить роскошную и успешную, значимую жизнь. Просто эти состояния, эти таланты были заблокированы стрессом, который вы испытали в своей жизни. И увидите, как предки, которые рядом с вами на сцене, радуются за вас. И вы чувствуете общность и родственность с вашими предками. Вы их часть, и они ваша часть. Теперь увидите, как вы поднимаетесь высоко в небо. И вы поднимаетесь прямо к облакам. И ваше тело просто излучает успех и изобилие, которые сейчас восстановлены. Я хочу, чтобы вы выбрали облако и становились на нем. И насладитесь этим белым облаком и спокойствием, которое вы там чувствуете. А теперь представьте, что все, кто бросает вызов вашему успеху, стоят перед вами. И я хочу, чтобы вы им сказали. Я освобождаю вас от обязательства, работы или контракта, который связан с тем, чтобы бросать вызов моему успеху. Теперь представьте, как вы взлетаете еще выше в небо. И оставляете позади это негативное влияние. И вам не обязательно отпускать и прощаться с людьми. Вы только отпускаете их негативное влияние на вас. И чем выше вы взлетаете в небо, тем слабее становится их негативное влияние на вас. Их негативное влияние становится слабее, слабее, чем выше вы взлетаете, пока не отпускает и не исчезает совсем. И вот вы летите, и когда вы летите, можете мягко, постепенно возвращаться к осознанию и к своему телу. И когда вы возвращаетесь, вы чувствуете себя новой, освеженной, успешной. И вы помните теперь, каково это быть успешной и изобильной. И когда ваше чувство изобилия и успеха восстановлено, будет намного легче теперь привлечь их в свою жизнь. Это закон привлечения. Если вы даете энергию успеху и изобилию, это то, что вы получите в результате. Если вы будете давать энергию чувству финансовой стабильности, это то, что вы получите. И теперь у вас больше нет оправданий. Ваше состояние успеха и изобилия восстановлено. И я приглашаю вас дать энергию этим позитивным состоянием. И в то время, когда вы будете продолжать свой день или будьте спать ночью, эти состояния будут полностью-полностью восстанавливаться. И ваше тело исцелится эмоционально, физически и духовно. И позволит вам, наконец, стать успешной и изобильной. Вы теперь и будете продолжать помнить, каково это быть успешной и изобильной. Когда вы откроете глаза, но не сейчас. А когда я вас попрошу. Вы посмотрите на мир глазами женщины, которая полностью осознает свою внутреннюю уверенность в себе, успешность и изобилие. И когда вы готовы, можете открыть глаза. Добро пожаловать назад. И благодарю вас за то, что присоединились к этой прекрасной, мощной медитации. И поделитесь ею со всеми друзьями и знакомыми, которые у вас есть, чтобы распространить изобилие. Меня зовут Ивет Роуз и спасибо Саули Атантаева за перевод. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...